Добрый день, наши дорогие друзья! Сегодня у нас интересная тема, тема про маркетплейсы. У нас на повестке дня два вопроса, которые актуальны на сегодняшний день. Два вопроса, которые очень интересны. Я бы даже сказала, один вопрос интереснее второго вопроса. Итак, первый вопрос. Продажа наших наборов на площадках маркетплейсов китайскими продавцами. Итак, дорогие мои друзья, наши наборы на площадках маркетплейсов продаем только мы. Никакие китайские продавцы не имеют право продавать наши наборы. Об этом мы заявили маркетплейсам. На сегодняшний день вопрос решен. Все продажи китайскими продавцами наших наборов закрыты, потому что они не являются нашими покупателями, китайские продавцы. Мы не несем ответственности за то, что они продают. Возможно, они продают контрафакт. Это скорее всего. Поэтому предостерегаем вас. Не покупайте наборы наших компаний у китайских продавцов. Это не наши наборы. Второй, не менее важный, интересный вопрос. Это когда покупают и забирают наборы с маркетплейсов, когда наборы вскрыты. Не первый раз мы возвращаемся к этой теме. Уже неоднократно об этом говорили, писали, рассказывали, показывали. Но, тем не менее, приходится возвращаться, чтобы еще раз донести до вас, дорогие наши друзья, до тех людей, которые забирают с маркетплейсов вскрытые наборы, что этого делать нельзя. Когда набор вскрыт или когда набор находится в непотребном виде, как из мусорки, не нужно его забирать, дорогие наши друзья, очень большая к вам просьба. Когда вы видите, что набор пришел еще раз вскрытый, понятый, пожалуйста, верните его по браку. Когда вы возвращаете набор по браку, во-первых, денежки возвращаются вам обратно, маркетплейсы возвращают деньги вам обратно. Во-вторых, другие девочки не получат такой плохой набор, и набор, который вы возвращаете по браку, придет обратно к нам, к продавцам. То есть этот скрытый набор, мятый, в непотребном виде набор, он больше не будет находиться на просторах маркетплейсов, он больше не будет никому приходить. Мы еще раз обращаем ваше внимание на то, чтобы такие наборы, пожалуйста, возвращайте по браку. Очень вас просим. А теперь хотелось бы вам показать некоторые интересные вещи. Итак, дорогие друзья, перед вами два набора. Один ниточный набор, другой бисерный набор. Давайте посмотрим. Итак, переворачиваем запакованный ниточный набор. Вы видите, какая здесь, когда набор запечатан, ровная, абсолютно ровная лента. Переворачиваем бисерный набор. Вы видите, когда набор запечатан, какая здесь ровная, ровненький шов. У нас все упаковки с двойным усиленным скотчем, поэтому открыть его достаточно сложно. Итак, берем ниточный набор. Мы все увидели, что он запечатан. Теперь пробуем его открыть. Добавляем бисерный набор. Вот, дорогие друзья, набор мы открыли. А теперь попробуем его запечатать обратно. Как бы мы аккуратненько не запечатывали, мы все равно увидим вот такое повреждение. Мы больше не видим с вами здесь ровненького шва. Мы видим, что шов поврежден, скотч поврежден. Все неровное, все с пузырями, все некрасиво. Этот набор вскрыт. Забирать его с маркетплейсов не стоит. Его нужно вернуть по браку. Итак, друзья, смотрите. Вот невскрытые мышки и вскрытый пакет буфета. Вы все видите, все прекрасно видите своими глазами, что все понятно и ясно в этом случае. А теперь возьмем бисерный набор и тоже попробуем его вскрыть. Итак, вскрываем. Бисерный набор. Попробуем его аккуратно заклеить. Итак, набор заклеен вторично. Итак, дорогие друзья, еще раз для сравнения, чтобы вы видели. Вот набор, который не вскрыт. И вот набор, который вскрыт. Который был вскрыт. Разница, конечно, существенная. Юля, а можно ли мы погасить? Вот, отлично. Да, вот так вообще хорошо, наверное, будет девочкам видно. Вот так вот выглядит вскрытый и невскрытый набор. Поэтому, еще раз, большая просьба, если вы видите, что набор вскрыт, возвращайте его по браку и не выкупайте с маркетплейсов. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Всем добра и вдохновения.